Окунуться в гущу спортивных событий, стать частью чемпионата мира и ощутить свою причастность к большому футболу. О таком студентка педагогического вуза Алина Валиева даже не мечтала. Но в 2018-м Самара станет футбольным центром и упускать такой шанс девушка не собирается. Регистрируется на сайте волонтер 63 РФ и оставляет заявку на участие в программе. Я в принципе с детства футбольный болельщик и я считаю, что каждый человек, который связан с футболом, эмоционально в первую очередь должен ощутить эти эмоции. Я буду болеть за красивый футбол, вот так скажем. После регистрации каждый кандидат в волонтеры обязательно проходит рекрутинг, личное собеседование. Оно и покажет, быть ли человеку волонтером. Собеседование проводят рекрутеры, люди, которые уже имели опыт волонтерства и знают эту работу изнутри. Я была волонтером на Евро-2016 в городе Сан-Тетьен. Я была медиаволонтером. Это был первый раз, когда я выехала куда-то за границу и сразу на такой долгий срок, как целый месяц. Но была трудность сначала в понимании французов, в их языках они очень быстро говорят. Но со временем я адаптировался и очень общалась с ними хорошо и интересно. У студентов педагогического университета уникальный шанс зарегистрироваться и пройти собеседование сразу в один день. Рекрутеры приехали в ВУЗ. Именно отсюда в Центр подготовки городских волонтеров поступило больше всего заявок, более двухсот. Ректор ВУЗа получает кубок за активность студентов. Это только аванс. Это авансирование. Надо стараться и дальше. Стать волонтером может каждый, кому в мае 2018 года будет больше 16 лет. Знание языков хорошо, но не обязательно, говорят в Центре подготовки городских волонтеров. Главная задача волонтеров – это проявлять радушие к тем гостям, которые приедут в город-организатор в момент проведения чемпионата. Соответственно, если ребята любят свой город, хотят его представлять самой лучшей страны, мы их ждем. Заявки принимаются до конца февраля следующего года. До этого же срока проводят и собеседование. Все желающие могут оставить заявку на сайте волонтер 63 РФ. Потом начнется обучение и подготовка волонтеров. Марина Матвеевшина, Константин Головин. События.